С темы НАТО начнем разговор с политологом Игорем Петренко. С нами на связи Игорь. Здравствуйте, доброе утро. Приветствуем вас. Здравствуйте, доброе утро. Уже завтра в Вильнюсе должен начаться в беспрецедентных мерах безопасности саммит НАТО очередной. Расскажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько сложные, насколько насыщенные переговоры сейчас происходят, происходят все в последние дни. И что Украина все-таки услышит завтра и послезавтра от своих партнеров на этом саммите? Переговоры, безусловно, несложные. Мы видим огромное количество контактов, которые совершает президент Зеленский, визитов и тема НАТО. Это одна из топовых, скажем, тем. Буквально вчера была такая новость в политика, заметка касательно того, что страны НАТО, они активно там коммуницируют, взаимодействуют, в том числе и с Киевом, и между собой. В вопросе как раз предоставления Украине гарантий, да, там говорится о том, что они могут быть разного, скажем, возможно, характера от разных стран, но в целом как раз это одно из тех важных положений, о котором говорил и президент Зеленский, и наши ожидания от саммита НАТО. Это как раз гарантии безопасности доступления Украины в НАТО. И второй момент, это артикуляция четкая в том, что Украина станет членом НАТО после окончания войны. Мы видим сейчас действительно большое количество подписанных деклараций в поддержку Украины, 23 страны уже, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день, которые декларируют то, что они поддержат вступление Украины в НАТО. Да, там, возможно, у всех могут быть немножко разные формулировки, кто-то делает отсылку к каким-то документам, еще к чему-то, но в целом это как раз те страны, которые точно, скажем, не против, и которые готовы поддерживать этот вопрос, когда он будет стоять уже в повестке дня. Плюс еще готовится большой оборонный пакет поддержки для Украины. Это тоже очень важно. Мы пока не знаем деталей, но, очевидно, это тоже будет очень серьезный, скажем, сигнал, как и для Путина, так и для всего остального мира в вопросе отношения Украины с НАТО. Будут ли там подниматься вопросы, скажем, изменения статуса Украины, статус уже, скажем, меняется, и, скажем, интеграция Украины с НАТО, она очень, скажем, велика. То есть, возможно, во-первых, сейчас будет уже, скажем, взаимодействие Украины с НАТО, проходить уже немножко по другому, скажем, треку, направлению в рамках других форматов. Но самое важное для нас это как раз вопросы уступления, не вопрос каких-то суррогатных предложений, когда вот вы там наши партнеры, но какие-то прям там особые, вы там еще кто-то, но вот не больше этого. Нам нужна вот эта четкая артикуляция, связка, чтобы все понимали, что мы двигаемся в НАТО и желательно с дискуссией о том, чтобы без ПДЧ и максимально, скажем, простым путем по аналогии с Финляндией. Исходя из тех, скажем, учащих в средствах массовой информации, которые есть на сегодняшний день, складывается более позитивное впечатление от того, что ожидать от саммита НАТО, ну и плюс, безусловно, огромная активность президента, нашей дипломатии, офиса президента, она тоже вселяет, скажем, надежду в то, что наши партнеры все же нас услышали. И вот эти вот два основных важных момента, о которых я сказал ранее, они будут учтены и мы услышим то, что хотим. Игорь, Украина, получается, стоит на пороге вступления в НАТО, на пороге получения новых гарантий безопасности. А давайте напомним нашим российским зрителям, а чего добивался Путин, когда развязывал войну и начинал полномасштабное вторжение? Именно этого он добивался? Ну, здесь следует вспомнить еще, это была зима 21-го, ну как раз вот накануне 22-го года, тогда, помните, в Женеве же, да, проходили переговоры Байдена и Путина, очень много разных разговоров, а аккурат перед этим Рябков, замминистра иностранных дел Российской Федерации Лаврова, он, значит, заявил о том, что НАТО должно убираться на границе 97-го года, и, значит, все остальные страны оставить в покое, но между строками читалось, что вопрос не в покое, как раз нужно оставить их России, вернуться, скажем, к разделению мира, какой-то там двополярной системе и так далее. Тогда тоже было много вбросов, шантажа и всего остального, и от первых лиц, и от того же Путина, когда все звучали вот эти вот нарративы. А на сегодняшний день мы имеем то, что НАТО расширяется, Финляндия уже член НАТО, и это очень близко к границам, скажем, Российской Федерации, я почему об этом говорю, потому что Путина, все даже помните, любил рассказывать о время подлета ракеты с Украины, если она будет НАТО, это там столько, пускай он еще посчитает в Финляндии, сколько ракет будет лететь, в то же Петербург. Но как-то, видите, он это все проглотил. Сейчас Швеция на пороге, и самое главное, что снялся вопрос по поводу расширения НАТО. То есть раньше даже в самом Альянсе это была дискуссия, может не надо, может не стоит и так далее. Поэтому для Украины это тоже, скажем, окно возможностей. А если говорить в более глобальном контексте, то, безусловно, Путин еще хотел, скажем, посеять такой раздор в блоке НАТО. Было очень много разных провокаций, это все время они залетали в воздушное пространство, сейчас, кстати, практически этого не происходит. Потом они пытались себя общественность качать, снимали разные фильмы, писали разные статейки о том, что вот действительно ли НАТО применит пятую статью, если произойдет что-то, какой-то захват какой-то балтийской страны, или еще чего-нибудь, какой-то страны НАТО, но вот такой маленькой, небольшой, вроде как не сильно там прям уж нужной, и ставил себя под сомнение. На сегодняшний день мы имеем огромную консолидацию блока НАТО. Я хочу еще напомнить, тоже поздравить Путина с тем, что все страны НАТО, они практически согласились о выделении 2% от ВВП для финансирования альянса. Если помните, еще раньше об этом говорил там Трамп, но все так млекались, не очень хотели выделять, то сейчас все прекрасно понимают, что в крови безопасности важен, и нужно делать соответствующие отчисления. Поэтому, резюмируя, НАТО расширяется, хотя до вторжения Путина в Украину этих дискуссий практически не было, то есть они были общей теоретического характера, и больше сохраняется к тому, что НАТО пока не стоит расширяться. НАТО консолидировано, второе. Мы имеем, скажем, уровень такой кооперации, консолидации НАТО, которого не было, я не знаю, очень давно, в современной, наверное, как раз холодной войны. Ну и вопрос того, что, скажем, НАТО не только там на север расширяется, приближается к России, а, скорее всего, еще тоже будет расширяться на восток. Ну и, в принципе, Путин создал одну из самых в перспективе, как раз, не в перспективе, а сейчас уже, да, боеспособных армий на европейском континенте в соседнем государстве, которая в возримом будущем станет страной НАТО. Ну, это, по-моему, прекрасно. Ну, вот относительно консолидации, знаете, красной линии, вот во время вашего предыдущего ответа, вот это слово, это понятие прозвучало. Давайте немножко с другой стороны зайдем. Смотрите, после заявления США о готовности передать Украине кассетные боеприпасы, ну, будем откровенны, что-то около такой истерики началось в российской политике. Там Захарова начала заявлять про антироссийский курс со стороны Соединенных Штатов. Мы помним также истерики россиян по поводу освобожденных героев Азова, когда они вернулись в Украину. Вопрос в чем? Вот Михаил Подоляк заявил, что Россия, цитирую, не имеет субъектности на международной арене. С этим, безусловно, сложно не согласиться, это факт. Но страны Западу, по вашим ощущениям, по вашему мнению, по вашему анализу, сейчас придерживаются того же мнения, что на самом деле субъектность России в данном контексте закончена? Не, ну, смотрите, Эрдоган, в принципе, показал, как в анекдоте помните, я имею свое мнение, не только вы имеете, мы все имеем ваше мнение в данном случае. Поэтому, смотрите, страны Запада, у них вопрос оглядки на Российскую Федерацию, когда они принимают какое-то решение, в том числе, там, помощь Украине, при засолении какого-то вооружения, он уже, ну, сведен фактически, скажем, к минимуму. Но есть другие опасения. Это вопрос ядерного арсенала, это вопрос экономических эффектов от того, что будет, там, происходить с Российской Федерацией, там, когда у нее, там, будет дефрагментация и так далее. То есть это не вопрос того, что боятся Россию и Путина, это вопрос того, что опасаются последствий от того, что может происходить в России. А уже мы видели, ну, скажем, этот мятеж Пригожина, который показал, как раз, со слабость режима. Все видят то, что Российская Федерация, она, и Путин загнал себя, скажем, в угол. В вопросе войны с Украиной и выхода особого какого-то там не видно, ну и так далее. Поэтому пиетета перед Путиным, безусловно, его нету. Но вот этой вот консолидации стран Запада в контексте того, чтобы они могли видеть разные сценарии и иметь консолидированный ответ, если они будут разворачиваться, в вопросе того, что будет происходить с Российской Федерацией, если там будет Путин, если не будет Путин, если там какая-то внутренняя будет грызня и так далее, этого пока еще не хватает. Но самое важное то, что приступили вот эту вот черту, или, можно сказать, красную линию, от того, когда просто не могли думать и мыслить о том, что что-то подобное может происходить с Российской Федерацией. А уже это перешли, и сейчас это дело, скажем, техники. То есть, если раньше аналитики Пентагона или любых других структур в других странах, они исходили из маловероятности сценариев такой уж серьезной слабости Российской Федерации, то сейчас это один из, скажем, приоритетных таких вот моментов. Поэтому динамика есть, и она, в принципе, позитивная. Игорь, а вот относительно тех самых красных линий, о которых мы с вами только что говорили, вот недавнее заявление Дмитрия Медведева, который угрожает нанести удары, цитата, по трём украинским АЭС и по ядерным объектам Восточной Европы, в Европе, если подтвердится попытка вооруженных сил Украины, это в больной фантазии Медведева, мы подчеркиваем, атаковать натовскими ракетами Смоленского АЭС в России. Вот эти вот все угрозы, как вы думаете, они все еще действуют? Это то, о чем вы говорили, что такая опаска ядерного оружия все-таки существует еще на Западе? Не, ну, смотрите, точное заявление Медведева никто не берет в расчет, ну, человек страдает алкоголизмом, вот, поэтому... Но при этом это должностное лицо все-таки? Должностное лицо это как шут, знаете, вот Путин, держа при себе сейчас Медведева, он показывает, знаете, это выражение, как есть, только король может позволить себе иметь шута рядом. Вот он, наверное, хочет подчеркнуть это выражение, и поэтому держит, ну, Медведева. Все эти угрозы, они, понятное дело, скажем, пустые, просто можно вспомнить, именно Медведев писал тогда, если, не дай Боже, будет удар по Крыму, мы какое-то возмездие сделаем. Ну, уже много было ударов, скажем, по Крыму, никакого возмездия нету, поэтому это все пустые слова. Но, в целом, опаска все равно остается. Они, смотрите, они не верят, скажем, заявлениям ни Путина, ни Лаврова, ни, тем более, Медведева, но они прекрасно понимают и знают, что в Российской Федерации есть большой арсенал, и у них есть опаска того, в какой истерике, как они могут это использовать. Вот в таком идет ракурсе. То есть это не заявление, это не шантаж со стороны Российской Федерации, он практически, ну, не работает. Ну, возможно, имеет на кого-то там влияние, в минимальной, скажем, степени, но это не является мейнстримом таким. Поэтому Российская Федерация утратила возможность рисовать какие-то красные линии, могут только в своих фантазиях это делать. А, ну, скажем, наши партнеры, они просто с опаской относятся к факту наличия в Российской Федерации того же ядерного там оружия и тактического, и понимают, что, ну, крайне неадекватный режим, и сам крайне неадекватен Путин. Поэтому вот этого они могут немножко, скажем, опасаться. Но они не исходят из слов каких-то представителей Российской Федерации. Они это на основе, скажем, анализа, разведки и всех остальных, скажем, служб, которые доносят и говорят, произошла там релокация, или что-то еще там сделали, провели там какие-то учения. И на основе этого уже вот они выстраивают свое поведение в отношении, скажем, Российской Федерации. Игорь, главная тема, завтрашний саммит НАТО в Вильнюсе. Как вы считаете, может ли Россия пойти на какую-то провокацию, устроить эту провокацию, и какие будут политические последствия этого шага? Ну, у нее, на самом деле, очень мало инструментов. Вот как раз Бакурат под вильнюсский саммит, они же начали перемещать тактическое ядерное вооружение в Беларусь. Я так понимаю, еще пока факта не было. Ну, вот, возможно, там, завтра, и сегодня у нас 10-е, да, да, завтра уже, вот, 11-го или 12-го, вот они скажут, что все, мы там переместили, вот там, арсенал, все там, в наличии, скажем, в Беларуси. Ну, вот такое. Провокацию за ЭС теоретически могут, конечно же, устроить, но, опять же, в ситуации, когда весь мир на это смотрит, и не то чтобы ожидает, да, ну, наверное, ожидает, ожидает, что такое, теоретически, может, скажем, произойти, и выкрутить для себя какие-то позитивные моменты с этого, ну, очень сложно мне представить. Ну, могут сделать какие-то заявления, как-то прокомментировать. Но, на самом деле, инструментарий, он очень, скажем, ограничен, и Путин загнал себя в ситуацию, когда, знаете, он одно время достаточно умело шантажировал страны Запада, как раз вот этой угрозой силы. Но когда он решил применить эту силу в отношении, скажем, Украины, то он профугал это все, да, это я так мягко прошу еще слово сказать. И с этого момента началась ситуация, когда дальнейшие попытки Путина просто, скажем, угрожать, они имеют все меньше и меньше эффекта. И поэтому сейчас, вот в преддверии Вильнюсского саммита, да, мы, с одной стороны, можем ожидать каких-то там необдуманных действий со стороны Российской Федерации, но, с другой стороны, этого особого эффекта, скажем, не будет. Они не готовы идти на конфронтацию с НАТО, хотя рассказывают у себя на телевизорах, что они воюют со всеми странами НАТО. Они этого боятся, очень боятся, поскольку прекрасно понимают, что, ну, ничего хорошего не ждет. Их от этого, ну, если Украина показала, что она умеет эффективно обороняться, сейчас еще и наступать и воевать, а-ля против второй армии мира, ну, можно себе представить, что какие последствия для Российской Федерации будут иметь столкновения непосредственные России и НАТО в контексте, скажем, вооруженных сил и применение всего того еще арсенала, которого еще пока Украины нет. Поэтому это страшный сон, скажем, Путина и не только, и всех башен Кремля. Вот, поэтому, я думаю, это больше будет словесной, скажем, словесная такая диарея со стороны Российской Федерации. Вот, может попытаются там чем-то как-то запугнуть, но они прекрасно понимают, что в этом контексте их дело труба. Игорь, благодарим вас, как всегда, за экспертный анализ. Было очень приятно пообщаться. Игорь Петренко, политолог, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Благодарим.